Азербайджан В числе которых дивизия Султан Мурад А учитывая, что Израиль подбрасывает им дровишки То компашка, прямо скажем, весьма любопытная Прежде чем я перейду к гостю нашего сегодняшнего выпуска Замечу, что с деяниями протурецкой и сирийской дивизии Султан Мурад Я знаком лично с сентября 2015 года Когда бывал в Сирии По иронии судьбы оказался я тогда в городке Маалюля Сразу же через пару недель после освобождения города От этой банды, той самой дивизии Султан Мурад Который сейчас помогает Азербайджану против населения Нагорного Карабаха Напомню, что Маалюля одна из древнейших христианских святынь И первое, что я там увидел Это расправы дивизии Султан Мурад и Джабхата Нусры С этими самыми святынями Были разбросаны мощи святой феклы, иконы Церковная атрибутика всяческая Сожжены многие изображения Что-то частичное или полностью удалось спасти от огня Что-то сгорело дотла Впрочем, вот все эти снимки, которые я там наснимал сейчас на вашем экране Можете это все лицезреть Что касается Султана Мурада Это военизированная группировка Поддерживаемая Эрдоганом И состоящая из сирийских туркоман, как правило Она не щадит никого, ни людей Ни их культурное наследие Именно они и убили российских летчиков в небе над Сирией Теперь они рядом с нами У Карабаха И в 80 километрах от границы с Россией Наш гость, известный политолог Саркиз Сатурян Здравствуй, Саркиз Приветствую, Вадим Саркиз, скажи, что происходит Почему молчит мир и, главное, Россия Ведь кроме заявления Нарышкина Особых действий со стороны России Впрочем-то и не было Давай говорить честно Хуже все равно уже не будет А я всегда говорю честно, Вадим Здесь все очень просто У России нет никакого имперского проекта Россия часто Под Россией я понимаю конкретных чиновников Они часто имитировали то, что у них есть какой-то имперский проект Аперировали разного рода терминами Например, термином «русский мир» На примере Донбасса мы увидели, что никакого русского мира нет Что Россия не готова признавать независимость Донецкой и Луганской республики Я имею в виду двух республик Донбасса То есть четкого понимания того, что делает Россия на постсоветском пространстве нет И у меня складывается такое твердое ощущение того, что никакое постсоветское пространство нынешнему российскому правящему классу не нужно В этой связи нас не должно удивлять, что молчание достаточно пассивное поведение, которое мы наблюдаем сегодня со стороны правящего класса России Которые делают вид, что они на самом деле придерживаются нейтралитета В этой связи я хотел бы процитировать Якова Кедми, израильского эксперта, который недавно заявил в интервью «Итон ТВ» Напомнил нам всем Например, мы часто сейчас критикуем израильтян за то, что они поставили огромное количество электроники Где-то на полтора миллиарда долларов Азербайджану Мы понимаем, что это за электроника То эта электроника сегодня убивает наших ребят на поле боя Но мы почему-то забываем о том, что Россия это поставила на пять миллиардов долларов оружия Азербайджан Россия прекрасно понимала, что режим все равно рано или поздно будет его использовать против своего стратегического В смысле российского стратегического союза Против Армении и против Нагорно-Карабахской республики Поэтому сегодня два армянских государства, и Армения, и Арцах Должны четко понимать, что единственной опорой, и единственной надеждой В этой тотальной войне, которая была объявлена нам Силами международного терроризма, силами бакинско-турецкой клептократии Наша главная и основная надежда, это армянский воин, который каждый день на поле боя сражается за каждый сантиметр нашей земли Что касается целом общей ситуации, ведь проблема-то здесь не только в России Мы прекрасно понимаем, что турки действуют в согласии Великобритании и определенных групп внутри американского истеблишмента Целью которого является расчленение Ирана Атака на два армянских государства, это первый этап Следующим этапом они рассчитывают, вероятно, вовлечение Ирана напрямую в Нагорно-Карабахский конфликт Они прекрасно понимают, что Иран будет вынужден вовлечься не на стороне Азербайджана и Турции И расчет делается на то, что иранцы выступят в этом конфликте в своей независимой позиции А в тыл им будет организован мятеж уже на севере Ирана Потому что соответствующая агентура долгие годы готовилась и Израилем, и Британией, и Соединенными Штатами То есть вся эта агентура будет задействована на то, чтобы максимально ослабить Иран Но картина намного шире, чем просто Россия, чем просто Иран, чем просто Закавказье Сегодня мы наблюдаем продолжение европейско-китайского диалога К декабрю месяцу Китай и Европа должны заключить инвестиционное соглашение И это соглашение по замыслу тех людей, которые его готовят в Брюсселе и Пекине Должно открыть новую страницу в отношениях между Китаем и Европой То есть Китай сегодня наращивает торговлю с Европой Несмотря на ковид За последние 9 месяцев Китай нарастил экспорт в Европу где-то в районе 70% Это беспрецедентный рост Такого не было даже год назад, когда не было ни спада экономического, ни так называемой пандемии И британцы вместе со своими союзниками из США Они понимают, что что-то надо делать с Китаем Создать ему огромное количество болевых точек в разных регионах мира Дабы китайцы не смогли проложить эти сухопутные коридоры Поэтому сейчас мы наблюдаем обострение в зоне Нагорно-Гарабахского конфликта Поэтому мы наблюдаем попытку дестабилизации Киргизии Попытку дестабилизации Белоруссии Все это единая картина Так уж получилось, что мы, наши братья-армяне, сегодня обороняют не только себя, не только Арцах, не только Армению, но они обороняют узы европейско-китайской торговли Именно поэтому Европа сегодня выступает единым фронтом против бакинско-турецкой криптократии Я думаю, что санкции против режима в Баку и Анкаре, они не за гора И это не для красного словца Более того, я очень надеюсь на то, что французы проявят последовательность и признают независимость в республике Арцах Наверняка тебе покажется странным Ты имеешь полное право сейчас мне задать вопрос Саркиз, почему французы, почему мы, армяне, не можем признать независимость в республике Арцах? У меня был такой вопрос на будущее, да, отложен Отложим Ну, пока все, дальше я буду ориентироваться сугубо на твои вопросы Да Ну, скажи, вот ты упомянул Иран Скажи, вот с одной стороны получаются свои шииты С другой стороны Иран четко понимает, что победа Азербайджана невыгодна Ирану Потому что это победа не только Азербайджана, но и Турции Вот с сегодняшнего дня Иран уже имеет право продавать кому угодно свое оружие И вступать, скажем так, в сотрудничество с кем угодно И на чьей стороне Иран, как ты думаешь? Я в данном случае ориентируюсь не на публикации из прессы, но и на них тоже Но в целом мои источники, которые неплохо знают Иран, имеют контакты на высшем уровне Как в военном руководстве, так и на уровне правительства Они утверждают, что Иран, в случае, если он поймет, что бакинско-турецкая агрессия против Арцах и Армении Не будет никак остановлена Россия Иран 100% Они уверены на их источнике Иран 100% будет вынужден войти на юг Азербайджана И уже силовым образом провести операцию по принуждению агрессора к миру Он будет вынужден это сделать Мы понимаем прекрасно, что это, скажем так, негативный сценарий Но не хотели бы персы устраивать себе это Потому что Иран сегодня воюет в Сирии Воюет в Ираке Воюет опосредованно через двоих людей Он участвует и в ливийском конфликте То есть перенапряжение сил персам тоже не нужно Вместе с тем мы понимаем, что и туркам перенапряжение сил тоже не нужно Турки понимают, что если они введут регулярную армию Например, из Нахичевани То автоматом персы, спустя считанные минуты Я думаю, что они тоже введут войска на юг Азербайджана И мало здесь туркам не покажется Потому что мы прекрасно понимаем, что ресурсы материально-технические Несмотря на то, что турецкая армия распиарена очень серьезно Но ресурсы у них ограничены У них огромная сирийская граница Огромная Которую они на протяжении последних 5-7 лет Обустраивали бетонными блоками То есть они уже тогда, до агрессии против Артаха Понимали, что ресурсов В первую очередь людских Для того, чтобы сразу на нескольких фронтах Побеждать, чего-то достигать У них нет Поэтому Иран, я уверен Он будет действовать последовательно Я считаю, что ничего не мешает армянскому руководству Наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном Потому что по той информации, которая есть у меня В плане производства оружия Персы продвинулись очень сильно И они бы могли предоставить, например, очень неплохие беспилотники Для вооруженных сил Армении И для армии обороны на горного тропа Почему бы и нет? Я считаю, что сама судьба благоволит сегодня Созданию реального просто союза Антитеррористической коалиции Если Россия хочет присоединиться к этой антитеррористической коалиции В составе Армении, Арцаха, Ирана Бога ради Мы будем только приветствовать это Мы в данном случае Под мы, я понимаю, мы армяне Мы в данном случае Не призываем наших русских братьев Таскать каштаны из огня для нас Нет Мы всего лишь призываем наших русских братьев Задуматься о том, что... Да и в 90-х годах никто не призывал Таскать за нас каштаны Совершенно верно Совершенно верно Поэтому мы всего лишь хотим Чтобы Россия вспомнила о своих исторических интересах Мы прекрасно понимаем, что Русские не могут быть больше армянами, чем сами армяне Но мы вместе с тем понимаем с тобой Что армяне не могут быть больше русскими, чем сами русские И здесь, я думаю, что и в Москве И в Тегеране, и в других столицах Все это внимательно изучается Рассматриваются разные варианты Так что будем надеяться на благоприятный исход На то, что Россия действительно осознает Что это угрожает ей непосредственно Потому что есть опыт военной в Чечне Потому что чеченская кампания, она же синхронно Началась с завершением Нагорно-Карабахского конфликта Горячей фазы Нагорно-Карабахского конфликта Мы помним, что это случилось уже в декабре 1994 года То есть, если ребята хотят проворонить сейчас ситуацию Но у Авины их накроют чуть позже Месяца через три, через четыре Максимум через пять месяцев Вот скажи, лично я уже давно отошел От всего фарса, происходящего на телевидении До 2010 года я сам работал на телевидении Далее до 2015 года я просто начал сотрудничать А вот уже после 2015 года, честно говоря Мне уже стало неприятно переступать порог Останкина Дело в том, что когда я рассказал о происходящем в Сирии На ВГТРК, о российских войск тогда еще там не было И рассказал я о Турции, где террористы проходят лечение И прочим То все это вырезали и не выдали в эфир Это не был прямой эфир И оставили только то, что касается исключительно Сирии Мотивировали тем, что у России с Турцией хорошие отношения И мне еще тогда это показалось странным Как можно помогать Сирии, держа за руку Турцию Затем, когда турки сбили, получается Российский самолет над Сирией А туркоманы из того же Султана Мурада Добили наших летчиков Кто только ту же Турцию не поносил Даже обвиняли, если ты помнишь, сына Эрдогана В сотрудничестве его с сирийскими бандформированиями Помнишь, да? Было такое До тошноты доходило вот это вот лицемерие И вот тогда в гримерных говорили одно А в студии на камеру совсем другое Эти же самые эксперты Вот как сейчас обстоят дела? Чем нынче пахнут кулуары Останкина? Ведь есть проармянские эксперты Насколько мы это видим с экранов Да? И есть проазербайджанские Про турецкие, скажем так Вот ты там часто бываешь Что там происходит? Вот именно интересует то, что происходит в кулуарах Останкина Открой нам все Я не смотрю ни один канал российский Кроме первого канала Я смотрю только программу «Время покажет» Потому что мне она интересна с точки зрения аналитики Уровня аналитики Потому что я считаю, что, например Ведущие программы «Время покажет» Они весьма профессиональны Они, в отличие, например, от ведущих других телеканалов Они называют вещи своими именами Если Турция накосячила, то ведущий может об этом прямо сказать Где она накосячила? Он может это обосновать, в отличие от других ведущих Которые ориентируются на официальную линию Которой на самом деле нет Поэтому я здесь хочу сказать, что Вообще есть кризис в телевидении Но из всех тех программ, которые есть Я считаю, что наиболее достойное И заслуживающее внимание С аналитической точки зрения И с точки зрения публицистики Потому что все-таки манера подачи информации Она тоже должна быть интересной Я думаю, что эта программа «Время покажет» Здесь я пока не вижу конкурентов Равных по уровню Что касается того, что ты сказал По поводу протурецкой политики Я помню, как в беседе с разными людьми Которые в той или иной степени Были связаны с политическим истеблишментом Со спецслужбами нашими Причем разными спецслужбами Будь то ГРУ Будь то ФСБ Будь то другие ребята Из других ведомств Они мне, каждый из них Уверенно заявляли о том Что Турция является Естественным союзником России Вот ты представляешь Какими глазами я смотрел на этих ребят Я когда просил объяснить А в чем естественность Этих союзных отношений Ведь мы столько раз воевали с турками У вас такие большие проблемы У вас убитый посол У вас сбитые самолеты Но тем не менее Турция остается для вас Естественным союзником Ничего на самом деле В ответ логичного я не слышу Я считаю, что Вот такая протурецкая линия Которая ведется сегодня Разными, вероятно, кругами властными Раз мы это слышим от людей Значит, эта линия есть Она существует Вот эта линия Она продиктована тем Что после распада Советского Союза Точнее, после развала Советского Союза Советский Союз Целенаправленно по линии уничтожали Мы с тобой это понимаем После развала Советского Союза Российский правящий класс Ориентировался В своих внешнеполитических устремлениях Целиком и полностью на Британию И части американского истеблишера А что делает сегодня Британия На Ближнем Востоке Она действует полностью Целиком и полностью В союзе с Турцией Это началось не сегодня Великобритания Уже после Первой мировой войны Активные контакты с турками Нарабакова Она всегда была гадкой В принципе, если говорить прямо Великобритания И что примечательно Британская разведка Операции на Закавказском театре Традиционно осуществляла Через свою резидентуру в Стамбуле И я не думаю, что сейчас Что-либо изменит Но глобально Мы должны смотреть сегодня На Нагорно-Карабахский конфликт От Именно С точки зрения Британо-американских интересов Потому что они понимают, что Европа и Китай Уходят вперед В плане экономического роста И значит им надо Европе и Китаю Создать огромное количество проблем И вот здесь Турки им очень сильно пригодились Потому что Через Турок Они организовали Гражданскую войну На территории Сирии Чтобы уничтожить ветку Шелкового пути из Ирана На Сирийское побережье Средиземного моря Сейчас они пытаются Уничтожить Транспортный коридор Я имею ввиду Автодорогу Иран Армения Черное море И здесь Конечно же Им нужна Территория Нагорно-Карабахской Республики Юг Нагорно-Карабахской Республики Юг Армении Для того, чтобы замкнуть Кольцо На Севере И полностью Хоронить Этот проект Так что Вот такая вот У них история Что касается Дальше Чего они хотят Делать дальше Здесь тоже понятно На протяжении Последних Пяти 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 лет Я наблюдал Систематически Публикации В китайской прессе Англоязычной О том, что Турки Вербуют Боевиков Индио-Уйгурском Австономном округе Направляют На сирийский Театр военных действий Была информация О том, что Вокруг Алеппо Они создают Поселение Уйгуров Интересно, правда? Ведь Почему именно Вокруг Алеппо? Потому что Вся сирийская Гражданская война Она ведется Для того, чтобы Контролировать дороги Которые идут Через Алеппо И очевидно, что Эти уйгуры Которых Турки пестовали Годами Они потом По замыслу Уже их кураторов Из Лондона Должны быть Переброшены Обратно В Синдзяне-Уйгурский Австономный округ Я не знаю Видел ли ты Эти кадры Где-то Лет 5-6 назад Они облетели Весь мир Когда ребята С топориками Бегали У Румчи В Синдзяне И рубили Тех, кто Попадался Им На глаза Поэтому Китайцы Прекрасно понимают Что В долгосрочном плане Это Война Это попытка Дестабилизации Их непосредственной Национальной территории Си Цзиньпин Очень терпеливый человек Несмотря на то Что он Имеет все ресурсы Для того Чтобы действовать Но буквально Недавно Он заявил Прямо Что Китай Готовится к войне Он встретился С офицерами И он сказал Что мы должны Мобилизовать Все наши ресурсы Наши мозги Всю нашу волю Для того Защитить нашу страну И это все Не случайно Саркиз Ну вот Вернемся К тому вопросу О котором Ты хотел сказать Вот есть В России Такие Я считаю Может быть Даже весьма Справедливые Замечания Мол Армения Должна Сама Признать Арцах Чтобы далее Требовать Признания Уже От других Стран Той же Франции Например Были Даже Такие Замечания От Российских Экспертов Которые Тоже В принципе Говорили о том Что Россия Должна Признать Арцах Но только Вслед за Арменией Ни в коем Случае Не перед Арменией И вот По поводу Миротворцев О чем Тоже Говорят Часто В России Вот что Не устраивает Армению В первом И во втором Случа Я имею ввиду Признание Армении Арцаха Или Например Тех же Миротворцев Я думаю Что Тот факт Что армянское Руководство На протяжении Последних Несколько Десятилетий Не признавало Арцаха И даже Сознательно Выводило его Из переговорного Процесса Это результат Слабости Результат Отсутствия Субъектности Я бы даже Сказал Что это Результат Трусости Потому что Вместо того Чтобы мобилизовать Диаспору Влиятельную В Европе В Соединенных Штатах В ряде Азиат Армения Этим Не занималась Армянская Дипломатия Слабо Подключала Диаспору Потому что Диаспора Это Не просто Некий Инструмент Это Вы знаете Стержень Нации Диаспора Дает нам Всем И вот эту Субъектность Армянское Руководство Не использовало Оно Слушало Всех Подряд Оно Слушало Людей В Москве В Лондоне В Вашингтоне Которые Особо И не ратовали За реализацию Национальных Чайней Нашего народа И Глупо Вообще Требовать От Иностранцев Того Чтобы они Признали Твои Национальные Чайни Если ты Их сам Не признал Поэтому я считаю Что Это была Ошибка За эту Ошибку Мы уже Заплатили Огромную Цену Потому что На нас Постоянно Совершались Набеги Стороны Бакинской Экалиптократии Эти набеги Сегодня Вылились В тотальную Войну На попытку Вылились В попытку Уничтожения Двух армянских Государств Поэтому Сейчас Идеальный Момент Лучшего Момента Вряд ли Нам Предоставит Судьба Признать Независимость Республики Я очень Надеюсь На то Что Европейские Страны Продолжить Череду Признание Республики Арцах В частности Франция Потому что Франция На самом деле Она очень Серьезно Выиграла От этого Потому что Франция Заинтересована В отличие от Британцев В отличие от Американцев Заинтересована В том Чтобы китайский Шелковый путь Сухопутный Состоялся А для этого Он должен быть Стабильным А для этого У нее Должны быть Выходы На Конкретно Траны Которые Являются Соседями Ирана И здесь Арцах Это идеальная Площадка Для того Чтобы Французам Сыграть На Укрепление Китайской Европейской Дружбы И в принципе Сам Каковы Твои Прогнозы По поводу Франции Я жду Я думаю Что у нас Есть все Основания Ожидать Благоприятного Исхода А именно Признания Независимости Республики Аркад Потому что Вообще В России Парадоксально К Макрону Всегда Относились Довольно Плохо Я никогда Не понимал Почему Всегда Говорили Про него Какие-то Гадости Она На самом Деле Он Парень Очень Волевой Наверное Из русского Мира Поэтому Он Очень Волевой Парень Ему Вот Было Нужно Например Продавить Операцию В Мали Он Взял И Продавил Почему Потому что Это В интересах Франции В интересах Европы И Я думаю Что Ему Сейчас Ничего Не мешает Признать Независимость Республики Аркад Конечно Есть силы Которые Препятствуют Ну Сто Прок Я думаю Что Британцы Будут делать Все Для того Чтобы Этого Не случилось Но Не надо Переоценивать Влияние Британии Давайте Будем Объективными И скажем Так Брексит Является Симптомом Того Что Британия Не способна Уже Управлять Нем Американская Элита В союзе С Британией Не могут Уже Управлять Нем Единственное Что они Могут Это Поджигать Разные Горячие Точки И в надежде Что Этот пожар Хоть как-то Позволит Оттянуть Конец Англо-американского Доминирования Внутри Исторического Запада Потому что Это доминирование Уже Подходит К концу Поэтому Ничего У них Не получится Правда На нашей Стороне На нашей Стороне История На нашей Стороне Армянский Воин Который Сражается На нашей Стороне Международное Право Потому что Ну давайте Будем Откровенны Но чем Арцах Уступает Например Чехии Например Там Другим Государствам Которые Были признаны Да Ну ничем Вот чем он Уступает Ничем Не уступает Есть Конституция Советского Союза Есть Специальный Закон Который Был принят Советским Руководством Который Прописывал Как раз Процедуру Выхода Автономных Территорий Из состава Советского Союза Путем Референдума Референдум Был проведен Почти 100% Жителей Арцаха Проголосовали За независимость Юридически Мы соблюли Все процедуры И в ответ Нам Пихают Какую-то глупость Связанную С резолюциями ООН 1993 года Но мы же С вами Прекрасно Понимаем Почему Эти резолюции Были приняты В 1993 году Потому что Англичане И американцы Пытались Остановить Наступление Армянской Армии Чтобы мы не Заняли Другие Города Азербайджана Но это же Исторический Факт Тем более Что Нам говорят Что есть Международное Право И вот это Якобы Международное Право Подтверждает Граница Азербайджана Ребята Давайте Мы не будем Путать Есть хронология Историческая Азербайджан Первый Вышел Из состава Советского Союза Воспользовавшись Конституцией Советского Союза И Нагорно-Карабахская Остановная Область Также Воспользовалась Конституцией Советского Союза И вышла Из состава Советского Азербайджана Но который Уже Не был Советским Потому что Он сам Вышел Оттуда То есть У нас Была Историческая Сделка С русскими Мы Скрипя Сердца Согласились Жить в составе Советского Азербайджана Потому что Это была часть Большой империи Мы относительно Чувствовали себя В ней Неплохо Хотя Были разные Сюжеты Но в целом Неплохо Но Если Азербайджан Нарушил первым Сделку Вышел из состава Советского Союза Мы посчитали Для себя Что эта сделка Завершена И мы вышли И в ответ Что мы получили Мы получили Вооруженную Агрессию Наша Национальная Освободительная Борьба Она Не завершилась Потому что Армения С тех пор Не признала Независимость Республики Арцах Это смешно Приличные люди В разных странах В том числе И в Израиле Например Александр Цинкер Политолог Он говорит Очень мудрые вещи По вопросу Признания Арцаха Кстати Он очень много Сделал Для Отношения Армении И Израиля И я хочу Это подчеркнуть Сегодня это Очень важно В Израиле Есть люди Которые Мыслят Стратегически Не торгаши Которым Лишь бы БПЛА Куда-нибудь Продать Или Электронику Заработать День Есть Есть Такие люди В Израиле Как Александр Цинкер Которые Думают Стратегически И вот Он мне Говорит Откровенно Говорит Царкист Но в чем Проблема Турция Взяла И признала Независимость Северного Кипра У греков Есть два Государства Есть Плой Кипр Есть материковая Греция У арабов Есть 20 Государств Арабских 20 Государств В чем проблема 23 Даже так Ну видишь Даже 23 В чем проблема Признать Второе Армянское Государство Ну чего Вы стесняетесь Это вопрос Наш внутренний Мы обязаны Это сделать Ну это вопрос Пашиняну Чего он стесняется Или он не стесняется Почему он Этого не сделает Я думаю Что Он в данном Случа Ориентируется У него нету Серьезной Внешней поддержки Я имею ввиду В Москве Я думаю Что если бы Москва Эту поддержку Оказывала ему Политика дипломатическая Потому что По военной части Я думаю Что Москва Все исполняет То что на нее Возложено Сейчас Потому что Армения Так в РКБ Не обратилась Москва Все свои обязательства Выполняет Но в плане Дипломатии Я думаю Что Москва Далеко Не приветствует Сейчас Признание Армении Республики Арта Я думаю Что Лондон Также оказывает Давление На Ереван Я думаю Что американцы Далеко не в восторге Ну и Бог с ними Бог с ними Причем здесь они Какое они вообще Имеют право Нам диктовать Ведь Посмотри Какая получается Красивая картина Вот есть Прецедент Правовой Это вопрос Крыма Вот Русскому человеку Не надо Объяснять Почему Крым Воссоединился С Россией Они прекрасно Это понимают И То же самое Тот же самый Принцип Он применим И Арцаху Однако Я считаю Что Сами арцахцы Должны решать Хотят ли они Жить в составе Армянского государства Либо они хотят жить Отдельным государством Это пусть они уже сами На референдуме Определяют Но сперва Республику Надо признать Надо Вывести ее Из серой зоны Это принципиально Важно сделать Именно сейчас Саркис Скажи Что это нам Даст Сейчас Если вдруг Армения В настоящий момент Признает Арцах Во-первых Армения докажет Что она является Последовательным Проводником Своей же Собственной Национальной идеей То мы Ни за что Ни под каким Международным Давлением Не откажемся От реализации Нашей Многовековой Национально-освободительной Борьбы Потому что мы живем В крайне сложном Регионе Я думаю Что надо Признавать Следом за признанием Надо Подписывать соглашение О военном союзе Между Арменией И Арцахом А дальше Уже в переговорах Нашими Русскими Партнерами Нашими Русскими Союзниками Мы можем Вполне Заключить Неплохую Сделку Ну например Россия Признает Независимость Арцаха Заключить С ним Военный Союз И Армения Сделает Ровно То же Самое Но с Крымом Признав Воссоединение Крыма С Россией И я думаю Что Всем будет От этого Хорошо А это Никак не Повлияет На переговорный Процесс Минской Группы Я считаю Что Минская Группа Сегодня Особенно Тот факт Что мы Наблюдаем Уже Второе Обострение За последние Три месяца Никакого Переговорного Процесса Ни в формате Минской Группы Ни в какой бы то ни было Группе Сегодня Невозможно Ну невозможно Ситуации Когда Бакинско-турецкая Клиптократия Объявила нам Тотальную войну На уничтожение Чёрту дипломат Чёрту переговоры Никаких переговоров С агрессором Мы Слишком Заигрались В эти переговоры Сидят По 4 По 5 Часов Общаются Ребят О чём вы говорите 4 часа О чём вы говорите С людьми Которые Каждый день Норовят Убить Ваших солдат Никаких Переговоров Чёрту переговоры Если международные Игроки Такие влиятельные Почему они Допустили Это безобразие Почему они До сих пор Вот уже 2 недели Воюют Не ввели Жёсткие Экономические Санкции Против Бакинско-турецкой Клиптократии Раз не ввели Тогда пусть И не мешают Процессу Признания Если могут Нам чем-то помочь Спасибо Скажем спасибо Будем благодарны В ответ Возможно Алаверды Что-то хорошее Сделаем Если они Проявят добрую волю Но никаких Переговоров Как можно С ними Переговаривать Если они Нас вообще За людей Не считают Сергей скажи Вот сегодня Еще прозвучал Такой вопрос Ко мне По поводу ОДКБ Ведь были Нанесены удары По территории Армении Почему Армения Не обращается К ОДКБ Я не знаю Надо у Пашиняна Спросить Почему он Не обращается Все вопросы Да Все вопросы Нас направляют Все равно К Пашиняну Я бы Сперва Знаешь До этого вопроса Я бы задал вопрос Например Белорусам Которые Сейчас Председатель Что это ОДКБ А почему Белорусы Продолжают Поставлять оружие В зону Конфликта Белорусы Должны Определиться Вообще Ну там Кто только Не поставляет Там если Следить за Флайт-радаром Там кого только нет От Мазар-Шарифа До Минска Но согласись Вадим Что это Дискредитирует Идею Оборонного союза Ребят Вы определитесь Вы вообще Лавочники И тогда Мы с вами Будем разговаривать Язуком лавочников Либо у вас Есть какая-то Политическая Субъект Ведь Белоруссия Такими Своими действиями Она фактически Подрывает Этот Интеграционный Союз Я считаю Что перспективы То у ДКБ Есть Но Надо наполнять Это какими-то Ральными действиями Я думаю Что Пора Уже этим заняться Потому что Если ваша задача Имитировать Деятельность Это одно Но если вы Постоянно Везде Имитируете Деятельность Тогда От армян Ничего не требуется Давай честно Признаемся В принципе Никто-то Серьезно И не надеялся На УДКБ И три года назад И пять лет назад И десять лет назад Это какая-то была Такая эфемерная Организация Была и осталась Да А если говорить Так уж Прямо У меня иллюзий Не было никогда По поводу УДКБ Но Мы же с тобой знаем Что помимо УДКБ Есть военные Соглашения Между Россией И Арменией И здесь вообще Непонятна позиция России Потому что Есть факты Ударов По Армянской территории Непосредственно По армянской территории И какие-то Непонятные комиссии Расследуют Российские У меня вопрос Ребята А вы вообще Что расследуете Зачем вам расследование У вас что Спецслужб нет Вам информации Вам информацию Никто не поставляет Или вы ориентируетесь В своих действиях Из заявлений Азербайджанских Значит Пропагандистов Официальных Азербайджанских листов Простой тебе пример Приведу Вот сбили Сул Армянский Да Погиб пилот Значит Турция опровергла Что она участвовала В этой операции Азербайджанцы Азербайджанцы опровергли Выработайте ее уже Ребята Но проясните Свою позицию Я еще раз повторяю Мы не хотим Чтобы наши Русские Братья Таскали Каштаны Из огня Для нас Не хотим мы Но мы хотим Определенности Вот в чем дело Хорошо Сарки Спасибо У нас На полчаса Время Я думаю Мы даже больше Получаса Заняли Спасибо большое Что встретился Поговорить со мной Снова Мы с тобой Недавно Виделись И вот теперь В скайпе Общаемся Продолжение следует